Зима в области выдалась по-соправдному теплая, как минимум календарная. Когда холодов уже не ждали, они ударили. Самыми холодными выдались соковик и красовик. Однако с этой природной нечеканностью службы, которые отказываются за обеспечение теплом, справились. Отзначил первый наместник старшин Брестского облаканка Мавалерий Рабковец. Рыхтовались заходя. До приклада заменили свыше 98 километров тепловых сеток. В уголе, не глядя на пирамиды на дворе, покажчики становчие. Фактически тепловые потери в сетях организации ЖКХ по итогам 2019 года составили 10,2%. При задании не выше 11%. При этом планку 11% не превысило ни одно предприятие. Правда, не обойшлось у этот тепляльный сезон и без аварийных ситуаций. Усяго в области у сетках теплений их отбылось 10. Проводились мониторинги, проверяли, как оснащают жилые домы автоматичными системами регулирования тепла. Таких систем обследовано 2977. Выявлена неосправность 57 регуляторов. А это меньше за 2% от огольной колькости. А вот фактов неналежного заховывания мясцовых палевных ресурсов не отзначено, как и в выпадках вытворчих отравматизма на котельных. До речи, долю мясцовых видов палева у организации ЖКХ в области в этом году плануют сдавести до 38%. На мясцовых видах палева будут працовать и три котельные, которые увядутся в эксплуатацию до конца 2020-го. Яны разместятся в поселках Речица и Давыд-городок Столинского района и у агроград Кудывин-Кобринского. И еще одно питание на парадку дня посяжения наведение парадку на земли. У приватности в Драгичинском и Лунинецком районах. Там выявлены широк порушения. Сярод основных – несанкционированные свалки за отходами. Яны есть, а значит контроль недостатковый. Проблемы, которые возникают, должны быть подконтрольными. Есть санстанция, есть экологи, есть председатели сельских советов, есть руководители. Тем более в этом году поселная растянута. Можно технику использовать для наведения порядка. Так само сярод порушения у выпаливания сухой рослинности – одна из причин природных пожаров. До речи, их количество в регионе за красавик бьет рекорды. И связанная гета у темліку за отсутностью водных ресурсов. На сегодня вода уходит с рек. Практически дождей нету. А наши реки все сбрасывают воду в Припять. Дальше Припять – Днепр, Днепр – Чорное море. И они постоянно текут, так? Ту же воду можно было и сдержать. Трофяники горят, леса высыхают, урожая нету. Я не говорю, что все задерживается. Но сегодня поручение есть, еще неделя. Вам эту тематику надо отработать. Так само уздымали проблемные питания пустующих территорий и увогули доброго породкования сельских населенных пунктов.